Генеральный партнер. Торговая группа «Абсолют». Официальный партнер. Розничная сеть «Борис». Эфир телеканала АТВ продолжает информационный выпуск. В студии Александр Иванчиков. Здравствуйте. И вначале коротко о некоторых темах. Просим всех отнестись к этому вопросу с пониманием. Вопрос, волнующий большую часть горожан. Есть ли шанс на горячую воду? Будет красиво. В старейшем парке города началась новая стройка, что появится в парке имени Орешкова через год. Тяжко, я сегодня обижался. Пот, кровь и слезы. На старт марафона «Чистый Байкал» вышли более тысячи бегунов. Кто оказался первым? Продолжаем запасаться чайниками и водонагревателями. Горячей воды не будет еще дней 7. Напомню, более 700 домов в Улан-Удэ уже три недели отключены от горячего водоснабжения. По большей части речь идет об Октябрьском районе. Воду обещали дать сегодня. Но из-за проблем с ремонтом теплотрасс сроки снова передвинули. В ходе выполнения работ выявили ряд существенных отклонений по ранее разработанному проекту. Это у нас произошла необходимость замены кирпичного канала на лотковый. А также в связи с выступлением грунтовых вод уровень прокладки теплотрассы изменялся. Все это повлияло на сроки выполнения работы. Подача горячего водоснабжения будет отшляться жителям с 19 августа. На сегодня в Октябрьском районе горячую воду вернули лишь на двух улицах. Это Трубачеево и часть домов на улице Терешково. И все остальные продолжают греть воду сами. Кроме того, без воды остается часть советского и железнодорожного районов. Там к горячему водоснабжению не подключено более 60 зданий. Просим всех отнестись к этому вопросу с пониманием. Все, что сегодня делается на магистралях, это для повышения качества теплоснабжения в зимний период. Те вопросы, которые годами у нас не решались и имела место критика в период прохождения топительного зезона. После выполнения тех работ по реконструкции тепломагистрали, они будут все исключены. На этом реконструкция не закончится. Следующий ремонт теплотрассы запланирован на бульваре Карла Маркса. Список домов без горячей воды опубликован на нашем сайте. Три человека погибли, еще шестеро в больнице. Таков итог прошедших выходных. По информации ГИБДД, за двое суток произошло 46 серьезных ДТП. Самая крупная авария произошла в Кабанском районе. Там на переезде Масовая-Боярский под поезд попал автомобиль с тремя пассажирами. По предварительной информации, водитель Митсубиши проигнорировал запрещающие сигналы и выехал на переезд. Машинист поезда применил экстренное торможение, но состав остановиться не успел. Погибли три человека. Пьяное ДТП произошло в Мухаршибирском районе. Нетрезвый водитель Тойоты съехал в Кювет, после чего машина опрокинулась. Пострадала в аварии не менее пьяная пассажирка. Ее доставили в больницу. Отметились выходные не только авариями, но и непогодой. Штормовой ветер бушевал в Селенгинске и Старом Татаурово. Стихия сорвала крыши с домов, валила деревья и обрывала провода. Сейчас в поселках подсчитывают ущерб. К слову, еще в субботу синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в районах республики. В Бурятии 400 человек задействованы в тушении лесных пожаров. По состоянию наутро в республике зафиксировано 11 пожаров. Всего с начала сезона обнаружено более 500 лесных возгораний, 40% из которых возникли из-за гроз. Правила эти пожары возникают в труднодоступной, как я уже говорил, горной местности. Куда возможно добраться только на вертолетах или куда вообще невозможно добраться. Несмотря на труднодоступность возгорания, ведется их постоянный мониторинг. Кроме того, Алексей Цыденов обратился в Министерство природных ресурсов России за помощью. В Бурятии не хватает собственных средств на тушение лесных пожаров. В Гусино-Озерске существуют фантомные теплосети. Они появляются только если взглянуть на схему теплоснабжения города. А на деле их демонтировали еще в 2009 году. Люди подозревают, что эти самые полтора километра сетей заложены при обустройстве тарифа. Так ли это? Илья Балханов разбирался в проблеме. Вы видите теплосети? Нет? А они есть. Но только на бумаге. В схеме теплоснабжения Гусино-Озерска здесь якобы полтора километра труб. В итоге горожане платят по тарифу, при расчете которого заложены теплопотери этих труб. Люди платят за воздух. В 2009 году 1439 метров труб демонтировали. Но из документов убрать как-то забыли. Жители Гусино-Озерска подозревают, что из-за этого тариф на тепло завышен. Последний договор на теплоснабжение, вернее на аренду сетей, ГРЭС и администрация города заключала в 2014 году. С тех пор этот договор не заключался, он просто пролонгировался. Вполне возможно, что по невнимательности может быть, надеюсь на это, эти сети были не исключены из сетей теплоснабжения, утвержденные ими же. Глава Гусино-Озерска смотрит на ситуацию куда проще. Несмотря на то, что неразбериха с теплосетями происходит буквально под носом, Андрей Кудряшов предпочитает, чтобы разбирались все, кроме него. Там же разбираются, попросили 3-4 месяца, за 3-4 месяца все разберутся. Не, ну я понимаю, что Народный фронт разберется, но если бы Народный фронт не приезжал бы... Ну там и прокуратура, и не только Народный фронт. А почему город не задумывался о том, чтобы убрать из схемы теплоснабжения город? Ну, у нас ущерба для бюджета. Ущерба был другой, мы бы сразу там делали. Ущерба нет, оно идет, и долго пролонгаться идет, и все. На казну не влияет, дай бог с ним. И не важно, что, возможно, полуторакилометровые призрачные теплосети влияют на тариф в целом по городу. Тем временем Гусино-Озерская ГРЭС придерживается четкой позиции. Гусино-Озерская ГРЭС тут ни при чем. Я вот сразу вам, я так отвечаю. Тут ни при чем. Поэтому вы не по адресу пришли. Можете идти в районную администрацию. Прокуратура занимается этим делом. Прокуратура уже проводит проверку, и как промежуточный результат мэрии Гусино-Озерская вынесли предписание. Гусино-Озерская ГРЭС 27 июня 2019 года в целях установления выявленных нарушений и актуализации схемы теплоснабжения главе города Гусино-Озерск принесено представление. Внести ясность, призванная республиканская служба по тарифам. Именно РСТ и утверждает тот тариф, который, по словам жителей, завышен чуть ли не вдвое. При расчете тарифов не учитывался участок тепловой сети до завода ООО «Гусино-Озерское литье». Кроме того, объем теплопотерь, учтенный в тарифах на тепловую энергию, восстанавливаемый с 2010 года, снизился. Простыми словами, жителям не на что жаловаться. Тариф и так снижается медленно, но верно. А тем временем... Дорого, мне кажется. Что-то наценяют и наценяют постоянно. Зарплату не прибавляют. А как пенсия маленькая? Пенсия-то маленькая? Не добавляют. А как вы считаете? В среднем у людей уходят за отопление около 2500 рублей в месяц. Все инстанции правы, у всех все сходится. Вот только жителям от этого не особо легче. Илья Балханов, Лупсан Суботин, телекомпания АТВ, Селингинский район. За 4 месяца работы на Ак-Альянс поступило множество жалоб от жителей республики. Сам региональный оператор ссылается на нехватку денег. За это время Ак-Альянс недосчитался четверти миллиарда рублей. Это те деньги, которые не платят за вывоз мусора жители Бурятии. Но если жители и в дальнейшем будут прятаться от оплаты за услуги, то я думаю, что судебный порядок, конечно, займет время, но он даст кратный эффект. То есть, когда принесут деньги за 5 месяцев разом, то это будет огромная сумма. Другой сложностью в работе для регоператора стало некое предприятие. Якобы оно незаконно заключает договоры на вывоз мусора. По словам руководителя Ак-Альянса, они уже подали в суд. Однако назвать предприятие Алексеев отказался. А сгущие это рассказали. Зачем? Вам зачем? Зачем? Мы даже на это время терять не хотим. Это наши судебные издержки, и вопрос с ним. За 4 месяца работы Ак-Альянс, кроме смены евроконтейнеров, закончил формирование карты свалок и приступил к систематическому вывозу мусора. По крайней мере, по их словам. Технологии будущего на детских площадках. В Улан-Удэ, в парке имени Орешкова, построят игровую площадку в формате PlayHub. Это полностью контактная, безопасная, экологичная зона для отдыха и развлечения всех возрастов. Вдохновением проекта стала природа Бурятии. Как в скором будущем изменится отдых горожан, узнавала Елена Нечаева. В соцсетях Волнения часть парка Орешкова оградили забором. Очередное летнее кафе или ночной клуб? Телекомпания АТВ нашла ответ у подрядной компании АФА. Как оказалось, на территории парка между центральным входом и строящимся собором будет PlayHub-зона, а точнее, четыре тематические площадки, каждая со своей изюминкой и функционалом, начиная от привычных песочниц и качелей, заканчивая интерактивными водными преградами, деревянными табунами и звуковыми эффектами. Мы подошли к зоне степи. Она будет именно в этой зоне. Вот зона озера. И вот это зона хребты. Самая обширная. Подрядная компания подошла к вопросу со всей ответственностью. При благоустройстве ни одно дерево в парке не пострадает. Для прохожих, пока идет процесс благоустройства, останутся нетронутыми и открытыми для свободного прохода все пешеходные дорожки. Здесь будет детская площадка для детей, для взрослых. Она будет открытая. Будут сажаться деревья. Никаких других деревьев, существующих, мы не врубаем. Материалы будут использоваться экологически чистые, натуральные. Камень, дерево, вода. Все чистое, без покраски, никакого не облизания, ничего ему не грозит. И со временем не придется подлатывать, подделывать, подкрашивать. Будет красиво. Инициатором масштабного благоустройства выступила компания «Озерная». Это очень серьезный бюджет. На эти цели порядка 100 миллионов рублей. После завершения строительства мы передадим, подарим объект городу. И в дальнейшем игровая площадка будет функционировать круглогодично и на безоплатной основе. Игровая площадка такого необычного формата – эксклюзив не только для нашего города, но и в масштабах страны. Аналог есть только в Москве, в парке имени Горького. И в июле 2020 года оценить преимущество такой игровой зоны смогут и улан-уденцы. Елена Нечаева, Николай Адулбаев, телекомпания АТВ. Город с купеческим наследием ждут перемены. В этом году на формирование современной городской среды Кяхтинскому району выделили более 11 миллионов. Благоустраивают не только дворы. Основные средства направлены на улучшение скверов и парков района. Один из основных объектов благоустройства города Кяхта стал сквер Калинина. Его история начинается с середины прошлого века. Но 90-е сильно потрепали сквер. Теперь он получит былое величие. В этом году мы заканчиваем эту территорию общественную. И у нас что получается? У нас появляются новые дорожки, появляется балюстрада, устанавливается новый фонтан. И получается так называемая аллейка для влюбленных. Другой способ формирования комфортной городской среды – это благоустройство придомовых территорий. Например, строительство вот таких детских площадок. И что примечательно, в Кяхте таких 11, но ни одна из них не повторяется. Силами жителей и с непосредственным участием управляющей компанией эта площадка была установлена. Далее планируется здесь облагородить, установить лавочки, урны. Все это стало возможным благодаря национальному проекту «Комфортная городская среда». По плану только в этом году в Кяхтинском районе благоустроят более 40 тысяч квадратных метров. В этом году в рамках национального проекта «Комфортная городская среда» в Кяхтинском районе планируется благоустроить 7 общественных и 3 дворовых пространства. На эти цели с федерального бюджета выделено 11 миллионов рублей. Безусловно, в рамках этой программы большая роль уделяется городу Кяхты. А благораживать планируют не только парки и дворы. Уже в следующем году займутся главной площадью Кяхты. Здесь положат брусчатку, посадят кусты и сделают освещение. Антон Симонов, Данила Жарко и телекомпания АТВ. Шокер. Цена в абсолюте. Чипсы Прингл со скидкой 31%. Всего 99 рублей 89 копеек. Абсолют. Гарант низких цен. Их было 700 человек. Столько заявок поступило на конкурс лидеры Улан-Удэ. Это своеобразный младший брат федерального проекта управленцев лидеры России. В столице Бурятии в таком формате проходит впервые. Что это за лидеры и зачем их искать? И сколько доживет до финала? Смотрите материал Ильи Балханова. У нас школа есть, детские сады есть. Огромные вливания сейчас. Но учителей на данный момент даже на сегодняшний потребностей не хватает. Что мы для этого делаем? Чипсы мы ставим. Повысить благосостояние педагогических кадров. Это престиж. Престижем у нас работать и работать. Потому что у нас ни, к сожалению, учащиеся, ни родители не совсем уважают ту или иную педагогу. Алексей Бадарханов в обычной жизни замглавы администрации Волгинского района. Сегодня рассказывает, как сделать профессию учителя престижной. Это пока лишь проекты, наработки команды, частью которой Алексей стал на конкурсе «Лидеры Улан-Удэ». Которые предлагают участники довольно интересные. Да, понятно, что они идут в общем тренде и в мировом, и в российском. То есть понятно, что люди, которые их предлагают, по крайней мере, в обличные процессы, они понимают, о чем они говорят. Это очень важно и очень интересно. Итогом нашего полуфинала должны быть проекты, которые так или иначе направлены на развитие нашего мира. Десять команд, на которые разбили полуфиналистов, предложили варианты решения десяти проблем, которые стоят перед городом. В основном это социальные вопросы. От вовлечения в занятия спортом и физкультурой до решения кадрового вопроса в образовании. Действительно, у нас очень большая проблема подготовки педагогических кадров. И нам хочется, чтобы к нам, в учителя, шли молодые люди, креативные, чтобы с хорошей подготовкой. И, соответственно, конечно же, с такими людьми, с такими лидерами, с такой хорошей подготовкой учителями и нашим ребятишкам было бы интересно. В полуфинал попали те, кто смог преодолеть дистанционный отбор, психологические и интеллектуальные тесты, решение ситуативных задач. Полуфинал стал очным испытанием. Участники должны продержаться 12 часов испытаний и в конце дня презентовать свою идею. Всего их 104, хотя заявок прислали больше 700 человек. Принял участие в конкурсе и ждет результатов полуфинала. И главный редактор АТВ Александр Иванчиков. Лично подавал заявку, ну, практически на такой вот, зашел, посмотрел, что там не очень сложно все это заполняется, написал и отправил. Был очень удивлен, когда пришел приглашение на первый отборочный этап. Ну, а почему нужно участвовать? Потому что, ну, это интересно, это проверка своих сил, знаний, еще раз повторюсь, и может быть какой-то шаг в будущее и задел на будущее. ТОП-30 финалистов объявят во вторник, 13 августа. Итоги всего конкурса подведут 7 сентября. Илья Балханов, Александр Иванчиков, Ченгисачиров, телекомпания АТВ. В Максимихе завершился второй международный марафон «Чистый Байкал». На него приехали почти тысячи бегунов на дистанциях, а их было четыре. Было много детей, пожилых, приехали десятки нагородних спортсменов, а также атлеты из-за рубежа. Они-то и выиграли марафонную дистанцию в 42 километра. Моя коллега Анна Зуева также приняла участие в забеге на три километра, а заодно сняла репортаж. «Три, два, один, назад!» Самый массовый забег на три километра выдался зрелищным. Вообразите, 600 человек от трех до 70 лет бегут вдоль озера в фирменных футболках «Чистый Байкал». Бежали тут целыми семьями, коллективами, участвовали люди с инвалидностью. Поддержать бегунов приехали артисты. Они играли на иочине, и маринхуре. В забеге на 10 и 21 километр участников поубавилось. Оно и понятно. Без подготовки такие дистанции не одолеешь. Организаторы предусмотрели все, чтобы легкоатлетам было комфортно. На дороге были установлены пункты питания. Не останавливаясь, бегуны получали изюм, апельсины и воду. Восстанавливали силы и добегали до заветного финиша. Участливая, родная сторона! А-а-а! Час 38, 18. Вы крутой. Вы из Бурятии? А? Вы из Бурятии? Нет, я с Хабаровска. С Хабаровска? Классно, как вы издалека к нам приехали. Ну, как вам? Мы не разрешили отдохнуть и заодно побегать. Как вам бежалось вдоль Байкала? Красиво? Отлично, да. Красивые места. Ребенок довольный. Это ребенок 3 километра бегал. Так что все супер. Привет. Как финиш? Да, отлично. Все здорово. Организация на высшем уровне. Мне очень понравилось бежать. Питание, вода постоянно. Было все отлично. Как настроение? Как ощущения? О! Первый раз таким темпом бегал. За полтора часа не волжился, но уже рекорд свой побил. А сколько у вас рекорд? Был 45. Час 45. К марафону как готовились? К полумарафону пока. Я полгода всего лишь, с Нового года бегаю. Вы из Бурятии? Нет. С Белогорска. Тяжко сегодня бежал. Сегодня скорость у меня была большая. Что-то аж подтаснивало. Не на шутку тяжелой выдалась дистанция для 29-летнего бегуна из Монголии. Он бежал 42 километра 200 метров. Прибежав к финишу первым, ему стало плохо. Но он сумел дать интервью и рассказал о своей тактике бега. Тактика у меня была следующей. В гору я прибавлял скорость, несмотря на то, что это тяжело. Обычно марафон бегаю за 2 часа 15 минут. Сейчас по среднему пробежал. За 2 часа 22 минуты. Я очень хотел увидеть Байкал и победить здесь. Так и получилось. Второе и третье места тоже завоевали лёгкоатлеты из Монголии. В марафоне среди женщин ситуация похожая. Победу праздновала бегунья из Уанбатора. 42 километра она пробежала за 2 часа и 44 минуты. Второе место у лёгкоатлетки из Хакассии Натальи Яруденко. На третьем – вновь монголка. Победителям кроме медалей достались весомые денежные призы от 5 до 150 тысяч. И памятные медали, которые организатор марафона Наталья Соломинская предусмотрела для всех финишёров без исключения. Количество удвоилось. Небеса нам подарили замечательную погоду. Байкал просто боготворит наши события. Драйва море, эмоции у людей море. Все просто подходят. Я просто даже не ожидала. Спасибо, спасибо, спасибо. Приедем на будущий год. Такое мероприятие классное. Марафон «Чистый Байкал» на призы чемпионки мира по лёгкоатлетике Натальи Соломинской – не только крупное беговое событие, но и экологическое. Участники сортировали пластик и убирали побережье Байкала, вдоль которого так красиво бежать. Анна Зуева, Данила Жаркой, Баргузинский район, телекомпания АТВ. В эти выходные на Байкале собрались все смельчаки России. В селе Посольское прошел фестиваль экстремальных видов спорта «Байкальский ветер-2019». Под своим крылом фестиваль объединил спорт, семейный отдых и танцы. Так куда же дует «Байкальский ветер» узнавала Елена Нечаева. Телекомпания АТВ на озере Байкал. В эти выходные здесь шумит и гремит фестиваль под открытым небом «Байкальский ветер-2019». Это уже традиционный 12-й по счету фестиваль. Сюда приехали участники из других регионов России и даже других стран. Пять видов водного спорта, уроки сальсы, музыка, энергия и, конечно же, «Байкальский ветер». Мы второй год уже подряд. Выиграли первое место. В том году тоже гонялись. Но сегодня лучше даже погода, чем в том году. Старт не получился, как и в том году. То есть, получается, я уже ушел где-то так, в серединке. А потом все как должно было быть. Эти два средних – это? Я – мозг. А я – это? Штурман? Нет, мотор. Мотор. А вы штурман? Я – так. На подгребке. Как вам вообще в целом весь фестиваль «Байкальский ветер»? Шикарно. Шикарно. Кайтбординг – это, получается, что используя силу ветра, которую мы ловим специальным куполом, парашютом. Многие называются парашютом. И мы катаемся на специальной доске по воде. Это «Вейк Винч». Это доска для «Вейка». Там стоит «Винч лебедка». Все, лебедка тянет и едешь. В любом водоеме, на реке, на озере. В этом году у нас очень рекордное количество как спортсменов, так и зрителей. Хочется отметить, что зрители с каждым годом уже перестают быть вот этими смотрящими зрителями, а переходят в ранг непосредственных участников фестиваля. В Бурятии появится первая школа юмора, причем откроет ее наш коллега Никита Суханов. На молодежном форуме «Таврида» в Крыму Никита стал победителем грантового конкурса и выиграл 450 тысяч рублей на реализацию своего проекта. «Мы будем приезжать в село, в районы республики, там обучать местных ребят юмору. Это у нас будет парень 11 КВН делать и со стендапа улан-уденского. После этого мы будем там проводить отчетные концерты в каждом районе и плюс городе Улан-Удэ. И после этого 20 лучших человек, в которых мы увидим, что у них самые классные задатки, они приведут в город и приведут обучение у звезд ТСТНТ». Обучать юмору и взращивать новых комиков Никита планирует уже с 1 сентября. Отметим, всего за гранты стендап-камедисмены боролись 46 человек, и только 14 участникам, включая нашего коллегу, удалось заинтересовать жюри. И последнее. Аномальное или паранормальное? Таким вопросом задались жители Закаменского района, когда обнаружили неизвестное им существо при разборе теплотрассы. Молодые люди не могли разобраться, насекомый это или мутант. Как оказалось, это был Щичень, древнейший представитель ракообразных. Они живут в мелких пресных водоемах, предпочитают стоячие воды. Чаще всего это лужи, канавы и овраги. Это были все новости на сегодня. С вами был Александр Иванчиков. До свидания и до встречи в эфире. Шокер. Цена в Абсолюте. Шампунь «Чистая линия» со скидкой 42%. Всего 69 рублей 89 копеек. Абсолют. Гарант низких цен. Товары для дома и красоты покупай. Volkswagen Polo в Барис забирай. С 1 июня по 25 августа купи продукцию компании Procter & Gamble на 500 рублей. И участвуй в розыгрыше автомобиля Volkswagen Polo и туристических сертификатов. Редактор субтитров А.Семкин